Всех приветствую на канале Чуча ТВ. Сегодня у нас сравнительный обзор двух материнских плат от Creality и от компании Fly & Mellow. Перед вами материнская плата от всем известного 3d принтера Ender 3. Это достаточно устаревшая как морально так и физически материнка на микроконтроллере от Mega 1284. Она имеет очень маленький запас буфера памяти, поэтому иногда приходится в ней отключать некоторые функции. Также не стоит забывать, что на этих материнках нужно разблокировать загрузчик, который стоит изначально на заводе. Также если вы заметили, здесь у нас один только порт ESP1 под вот такой вот устаревший экранчик 12864. Самым главным минусом данной платы является ее ненадежность. К сожалению она горит очень часто. Вот одна из таких плат. Спустя полтора месяца работы принтера у меня сгорел драйвер оси X. Я пытался его вручную заменить, но без специального оборудования, без фена, без опыта сделать это достаточно сложно в домашних условиях. Ведь драйвера на этой плате не съемные, они распаяны на материнке, а значит заменить их не получится, только в специальном сервисе, за который вам придется еще прилично заплатить. В данной материнской плате установлены драйвера А4988. Но как показала практика, в работе иногда возникает дефект диагональной полосы на деталях. Их устранить приходится с помощью вот таких вот TL-смузеров. То есть к этой плате еще нужно докупить отдельный девайс, чтобы улучшить его работу. Да и в принципе использовать в 3D принтерах на сегодняшний день вот такие вот устаревшие комплектующие, 8-битные, нет смысла. А учитывая, что данный комплект на Алиэкспресс стоит более 50 долларов, то конечно стоит перейти на что-то более универсальное, более интересное и более технологичное. Поэтому на смену этой материнке я заказал Flymini. Это самая дешевая бюджетная материнская плата на Алиэкспресс. Стоимостью всего лишь 15 долларов. Чем же хороша данная плата? Во-первых она 32-битная. И здесь используется очень хороший микроконтроллер STM32F103, который проверен временем и показал себя в работе великолепно. Это у нас питание 12-24, питание нашего стола, хот-энда, термодатчик нашего хот-энда, термодатчик нашего стола. Это два вентилятора обдува. Вот этот разъем позволяет организовать отключение принтера после печати. Также есть серво для подключения BL-Touch. Набор концевиков XYZ, как минимум, так и максимум. Отдельный выход на 12-24 вольта. Два разъема для подключения вот таких вот стареньких LCD-мониторов. EXP1 и EXP2, а также разъем для подключения вот таких вот EFT-экранов. Слот по DSD-карту, который можно не только запускать на печать, но и перепрошивать. И плюс USB-разъем, что тоже очень удобно. Ну а самым главным преимуществом данной материнки являются съемные драйвера. То есть мы можем всегда их заменить, если вдруг они выйдут из строя. В отличие от предыдущей материнской платы. В данном случае мои клеммы стоят в обычном режиме, но можно сюда подключить как UART, так и SPI. И это очень круто за 15 долларов. На мой взгляд, такая материнская плата однозначно лучше любой 8-битки. За счет того, что она более шустрая, здесь лучший функционал, отзывчивая, больше буфер памяти, можно подключать разные функции. А еще плюс съемные драйвера и дополнительные слоты дают ей однозначное превосходство перед старыми материнками. Как по цене, так и по качеству. Но если уже менять материнскую плату, то почему бы не заменить его такой вот устаревший экран. Я кстати пытался его подключить к этой материнке, но к сожалению здесь EXP1 и EXP2 разъемы почему-то не работают. Да и желания особо копаться с этим экраном у меня нет. Потому что на смену ему я заказал вот такой вот 4,3 дюйма экранчик от той же компании Fly. Это не самый большой экран в их линейке. У них присутствует еще на 7 дюймов. Возможно о нем я тоже сделаю видеообзор в ближайшее время. Здесь используется достаточно шустрый контроллер Z6S. При этом есть слот по DSD карту, который можно не только прошивать, но и запускать на печать при желании. А еще мне понравился разъем Type-C. Для прямого подключения к компьютеру и перепрошивке, или же использования в качестве питания 5 вольт. Вставляем наш текер во Fly Mini. Вот так вот просто подключается наш экран. Fly Mini можно заказать с разными драйверами в комплекте. А4988. Обойдется вам весь комплект 19 долларов. Но однозначно дешевле, чем вот такая вот распаянная 8-битка за 40 баксов. Помимо А4988 есть еще 2208, 2209, 2130 и 2225. Набор которых я в принципе и заказал. TMC 2225 это те же самые 2208, но чуть дешевле. Очень важно правильно установить перемычку для шагового двигателя. Для этого смотрим распиновку нашей материнской платы и драйвера TMC 2225. И согласно распиновке нам нужно поставить перемычку на второй слот. И после этого можно смонтировать сам драйвер. 2225 мы установили на свои места. Теперь давайте проверим напряжение. Минусовой подключаем к минусу 24 вольт. А плюсовой подключаем к подсрочному резистору. И прокручиваем, чтобы получить правильное значение. Сейчас напряжение составляет 1,2 вольта. В принципе для этих драйверов это вполне нормальное напряжение. Если у нас мотор будет пропускать шаги, напряжение можно немножко приподнять. Если будет перегреваться мотор, то наоборот напряжение нужно немного опустить. А теперь пройдемся по меню нашего большого 4 дюймового экрана. Первая закладка это меню Home. Как вы уже поняли, здесь можно индивидуально выйти по каждой из осей в Home. Мотор Stop это кнопка остановки моторов. Убирание режима удержания. Вторая закладка это нагрев. Здесь мы можем выбрать в виде стол. Нажимаем на On. И соответственно идет нагрев нашего стола до той температуры, которую мы с вами укажем. Можем переключить на нозел. Здесь, обратив внимание, можно установить до 6 хотендов. Меню Print. Печатаем или с SD карты, или через USB провод. Закладка Move. Это передвижение. Можно отдельно перемещаться по XYZ. При этом указать интервал перемещения. Также можно поставить 100 мм интервал. И это кстати очень удобно. Также есть меню Extruder. То есть можно выдавить нужное количество филамента. Меню Уровни и Параметры. И последняя закладка, в которой находятся настройки нашей прошивки. Шаги по XYZ. То есть в процессе печати мы можем менять настройки нашего принтера. Вот, к примеру, ускорение 500 мм в секунду можно изменить. Еще очень удобно, что указан Pit Temperature, который можем также изменить. В закладке G-Code указаны G-Code, которые используются в 3D печати. Это очень удобно. Ну, единственное, что на английском языке. Хотя, в принципе, и так все достаточно понятно. Здесь у нас настройки самого экрана. Мы можем увеличить или уменьшить яркость. Поставить пароль. Или же указать координаты парковки. Я подключил термодатчик к плате. И видите, сейчас показывается температура на балконе. На мой взгляд, очень удобный экран. Намного интереснее, чем вот такой 12864 устаревший. А теперь заходим в закладку MOLOF, передвижение. И по оси Y немножко покрутим наш двигатель. Давайте поставим 100 мм. Перемещение. И вот, пожалуйста, наш шаговый двигатель начал крутиться. Остается вопрос только к самой прошивке нашей материнки. Как ее правильно собрать. И об этом сейчас я вам более подробно расскажу. Сперва разберемся с прошивкой нашего экрана 4,3 дюйма. От компании MOLOF Store. Здесь мы можем выбрать прошивку, которую вы хотите использовать. А также размер 4,3 дюйма или же 7 дюймов. На ваш выбор. В нашем случае это 4,3 дюйма. Изначально с завода здесь уже установлена собственная прошивка, которая полностью работает отлично с Marlin 2.0. Данный экран может работать практически со всеми видами материнских плат. Но если вы захотите изменить его настройки, вам нужно перейти по вот этой вот ссылочке GitHub в описании. Нажать на код Download Zip. То есть скачать все эти настройки. И с помощью платформы Atom или же Visual Code можем внести некоторые изменения. Но я этого делать не буду, так как заводская прошивка отлично справляется. Поэтому акцентирую свое внимание на материнской плате Flymini версии 1. Для ее прошивки можно также опуститься ниже в описание и перейти по ссылочке на GitHub. Но я попытался установить именно по этой ссылке прошивку. У меня таки не получилось ее скомпилировать. Поэтому делаем все правильно. Заходим на сайт marlin.org и берем уже проверенную Batfix 2.0. Также заходим в View Download. Здесь у нас есть конфигурационный файл, который нам также нужно скачать. Нажимаем Download Zip. И вот наши две папочки. Это прошивка Marlin. А это конфигурационный файл с настройками нашего Ender 3. Заходим в него. Config. Examples. Выбираем наш Creality. Версия 3. Ender 3. Здесь мы выбираем skrmini.e3.2.0. Копируем. Закрываем. И заходим в саму прошивку. Выбираем Marlin. Вставить. Заменить файлы в назначение. Открываем среду Atom или же Visual Code. Через Pio Home открываем новый проект. Выбираем Max. Desktop. Marlin Batfix 2.0. В левой стороне видим все наши файлы. Заходим в платформу Inni. И мы здесь видим Mega 2560. В нашем же случае микроконтроллер установлен именно от Fly Mini. STM32F103. Нажимаем Ctrl F. Пишем Fly английскими. А вот и наш микроконтроллер Fly Mini. STM32F103.RCT6. Находим строчку N в двоеточие. И все что после нее выделяем и копируем. Поднимаемся вверх. И вместо Mega 2560 вставляем Fly Mini. Заходим в Marlin. SRC. Core. Boards. Здесь точно так же находим Fly. Стрелочку вниз. И вот наша материнская плата. Board. Копируем полностью вот это название. И переходим в Configuration Edge. Serial Port ставим 1. Второй Serial Port ставим 2. Проверяем Bad Rate 115200. Это скорость соединения. Motherboard BTT SKR Mini нам точно не подходит. Нужно заменить на ту, которую мы скопировали. Past Board Fly Mini. Здесь у нас полностью практически проставлены все значения под наш Ender 3. Единственное мы заменим драйвера TMC2209 на TMC2208 Standalone. Standalone это значит обычное подключение без UART. Опускаемся ниже. И здесь нам нужно указать шаги для нашего экструдера. Если вы уже используете как я BMG фидер, то здесь мы ставим где-то приблизительно 410 шагов. Опускаемся в самый низ. И нам нужно закомментировать Define CR10 Stock Display. При компиляции мы получили ряд ошибок. Ничего не бойтесь, это вполне нормально. Программа нам показывает, что же у нас тут не так. То есть мы видим User Control Fun. Control C копируем. Control V вводим. Переходим в закладку Configuration Advage Edge. Находим нашу строку. И нужно ее закомментировать. Две наклонные. Также LCD Bad Leveling. Нам нужно его тоже закомментировать. Запускаем компиляцию. И вот пожалуйста у нас все получилось. Файл полностью скомпилировался. Его можно теперь перенести на нашу материнскую плату и перепрошить ее. Для этого заходим в нашу папку Marlin. Pio. Build. Fly Mini. И вот Firmware с расширением BIN. Мы ее копируем и вставляем на SD карту. Включаем принтер и происходит автоматическая перепрошивка. Чтобы упростить вам задачу, эти две папки с файлом прошивки я скину в своем Telegram чате 3D Help Chucha TV, чтобы вы не мучились с настройками и могли сразу же все перепрошить. А теперь возникает вопрос. Как же установить нашу материнскую плату и новый экран на Ender 3? Ведь заводские крепежи совершенно не подходят. И для этих целей в программе Autodesk Kilometer я спроектировал отдельно корпус для материнки и корпус для экрана. Кстати получилось весьма красиво и удобно. При этом в отличии от заводской платы обдувать мы будем не 40 на 10 вентилятором, а 60 на 10, который показал себя весьма хорошо на летающем медведе. Все необходимые SDL файлы для печати скину в свой Telegram чат. Ну а теперь приступим к сборке и тестированию. И вот друзья перед вами набор для установки наших комплектующих на всем известный Ender 3. Пожалуй начнем с монтажа экрана. Есть специальная вот код крепления и как вы уже заметили в этом месте у меня порвало заполнение. Поэтому всем рекомендую ставить заполнение где-то процентов 30-40 минимум и толщину стенок и высоту крышки и дна где-то порядка 1,2 мм. Чтобы не было таких косяков. Сразу хочу сказать, что данные крепления я использовать не буду, я их сделал специально для вас. Так как в моем случае Ender 3 у меня размещен в отдельном боксе, для которого нужно спроектировать совершенно другое крепление. Вставляем в нишу наш экран и посмотрите насколько точно и качественно все просчитано. Даже зазора практически не видно. С обратной стороны будем закрывать крышкой. Вот с красивой надписью Mellowfly Chucha TV. Вам на память от моего канала. Фиксацию будем проводить обычными 3 мм саморезами. И в итоге мы получим вот такой вот экранчик. С левой стороны у нас выход под провод. С правой стороны отверстие под SD карту. И сверху разъем Type-C. Ну и конечно же два крепления на профиль 40х40 нашего Ender 3. Материнскую плату мы спрячем вот в такую распечатанную нишу. Снизу у нас есть отверстие вентиляции. Но здесь я также поставил слишком маленькое заполнение. И одно ребро оторвалось. Вот такой вот красивый спереди будет логотип. Два отверстия под крепление на профиль 40х40. Сюда мы вставляем нашу материнскую плату Flymini. Она будет фиксироваться винтами М3-6. С обратной стороны нужно впрессовать гайки М3. А через это отверстие будут выходить все провода вместе с силовыми. А дальнее отверстие сделано под провод нашего экрана. Сверху будет одеваться вот такая симпатичная крышка с моим логотипом. У которой есть специальное отверстие под воздухозаборник. С обратной стороны нам нужно поставить вентилятор 60х10 на 24 вольта. Здесь также все хорошо просчитано, что данный вентилятор становится очень и очень плотненько. Но чтобы он случайно не выпил, фиксируем саморезами. И получаем надежную эффективную крышку. А также благодаря широкому вентилятору станет наш принтер немного тише. И при этом будет обдувать практически всю область нашей материнской платы. Нам остается только лишь подключить к Ender-U3 и проверить на работоспособность. Как вы помните друзья, свой Ender-U3 я разместил в самоотдельном термобоксе из ДСП. Об этом есть отдельное видео. При этом электронику вынес в отдельную нишу, чтобы не перегревалось при печати ABS пластиком. А вот и наш сам бокс под материнку. Здесь мне фланец пришлось немножко обрезать, чтобы у нас все идеально заходило. Места внутри под проводку более чем достаточно. Все уложилось компактненько. Еще раз быстро пройдемся по подключению. Это у нас провод под дисплей. Термодатчик Hot Ender. Полярность здесь не имеет никакого значения. Провода нагрева Hot Ender. Здесь тоже полярность не имеет значения. Красный и черный провод это силовые провода нагрева стола. Полярность здесь имеет значения. Рядом у нас стоит питание 24 вольта. От Ender-овского блока питания. Кстати в данной системе он у меня самый шумный. Вентилятор гудит просто ужасно. При этом работа вентилятора 60 на 10 практически не слышна. Это термодатчик стола. А это вентилятор обдула детали. И теперь очень важный момент по подключению концевиков. Они у нас идут двухпиновые, а разъемы трехпиновые на материнке. Соответственно мы вставляем двухпиновый разъем в первые два контакта. Третий контакт мы не трогаем. А вот этот вот штекер отвечает за обдул радиатора нашего Hot Ender. Закрываем нашей красивой крышкой. И закручиваем обычными саморезами. И таким вот образом подключаем нашу электронику. Сейчас я сюда вставил SD карту с калибровочным кубиком. Давайте запустим на печать. Принт. Заходим в закладку Settings. Здесь мы видим подробную информацию. Достаточно информативное меню. Очень удобное. Экран большой. И пользоваться таким экраном очень комфортно. Обратите внимание, что принтер печатает достаточно шустро. На нем установлен Директ БМГ Аэровинт от компании Мелло Стор. Кстати обалденная вещь. Всем рекомендую именно для вот таких вот драгостолов. Это шумит вентилятор 5015. Он очень дешевый и такой шумный. Если нажать, видите сразу тишина. Красота. Драйверу практически не слышно. Желательно такой вентилятор заменить на менее шумный от компании Мелло Стор. А вот друзья и момент истины. Мы распечатали наш калибровочный куб. Получился он весьма хорошо. Верхняя крышка напечаталась без пропусков слоев. Углы тоже получились в принципе неплохо. Так как Линнер Адванс у нас отключен. Но работает Джаншин Дивиэйшн. Поверхность полузеркальная. Наплывов на Y и на X тоже не видно. Пластик КП температура 235 градусов. Результатом установки новой платы я остался доволен. Плата Flymini и 4 дюймовый экран показали себя великолепно. И они являются достойной заменой нашей штатной материнской платы и вот такого LCD экрана. Мы получили тишину в работе, более высокую производительность и удобство в эксплуатации. Ссылочки на экран и материнскую плату Flymini скину под видео в описании. А также на другие полезные девайсы. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. До новых встреч. Пока.